Избирательная комиссия, бюллетени, кабина для голосования – все как на настоящих выборах. В общем-то, это и есть настоящие выборы. Ребята из школы 62 выбирали собственного президента. С самого утра в коридорах необычное оживление. Выборы президента школы – дело нешуточное. На протяжении трех недель шла предвыборная гонка. Кандидаты озвучивали свои программы и давали обещания. Избиратели оценивали их перспективы и благонадежность. За порядком следила избирательная комиссия. Они ходили по классам, представляли свою кандидатуру, чтобы люди узнавали их, знали. Рассказывали также свои планы на этот год. Планы у кандидатов грандиозные. В первую очередь создать школьный совет, который бы улаживал конфликтные ситуации между учениками и учителями. Также претенденты на президентство обещали своим товарищам насыщенную школьную жизнь. Хочу развить нашу школу, вывести ее на высший уровень путем проведения культурно-массовых мероприятий. Это веселые старты, это выезды классами на природу, проведение дискотек школьных. Да, было сложно баллотироваться. У меня очень сильные соперники. И я думаю, что я каждого соперника уважаю, кандидата. И я думаю, что я выиграю в этой гонке. Поголосовав за кого-нибудь кандидата, ты решаешь свою судьбу школы. А вообще, когда я вырасту, я думаю, что я все-таки буду голосовать за кандидатов, потому что я считаю, что это мой долг. Учительский состав видит в избирательной кампании более высокую цель – сформировать у школьников активную жизненную позицию и показать на примере, как важно сделать жизни правильный выбор. От того, кого ребята назначат себе в президенты, зависит их неклассная жизнь. Ни для кого не секрет, что молодые избиратели, они относятся к выборам скептически. Может быть, это влияет на них, то общество, которое их окружает. Но вот именно практикуя эту, моделируя эту ситуацию в школе, они могут уже с полной уверенностью и сознанием дела подойти к серьезному выбору именно в своей взрослой жизни. Голосовали все ученики с 5 по 11 класс. Молчанов практически не было. Свою позицию решил выразить каждый. Я буду голосовать за Скуеву Ангелину. И я жду от нее того, что у нас будут проходить очень много тематических мероприятий, именно по праздникам, может быть, даже и не по праздникам. Чтобы было больше мероприятий, чтобы было больше сплотения и чтобы было в школе больше развития и мероприятий для детей. Я думаю, выборы эти нужны, потому что какая-то будет обратная связь с учителями и вообще какая-то социальная активность. Ну, показывает то, что у нас в школе, в принципе, могут контактировать и ученики, и учителя друг к другу. Привилегий, особенно материальных, у школьного президента нет никаких. И здесь дело не в борьбе за власть, а в желании сделать жизнь своих избирателей лучше. За кем осталась победа, определить подсчет голосов. А то, насколько успешным будет президентское правление, зависит и от самих ребят. Ведь школа – это маленькая модель мира. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.